Сладкой жизни не хватало осужденным седьмой исправительной колонии. Вот с расширением ассортимента местной пекарни она настала. Умелицы за колючей проволокой освоили новый вид выпечки – ярославскую булку с сахарной посыпкой. Каждая булочка получается 200 граммов весом. Готовить ее непросто, но оно того стоит. Изготовлена она из натуральных продуктов. Это сахар, мука высшего сорта, маргарин, соль, дрожжи. Процесс изготовления занимает более трех часов. Реализуем булку ярославскую через магазин осужденных. Как в нашей колонии, так же в колонии СИЗО номер 1. В местной пекарне изготавливают белый и черный хлеб. Едят его много, потребность велика. Норма на одну осужденную – 600 граммов в день. На завтрак и ужин подают белый на обед дарницкий. А хлеб замешивается в большом объеме, 50 килограмм муки. Второй сорт и на черный идет. Там идет первый сорт и ржаная мука. Белый хлеб выдерживается у нас 50 минут в деже. Раскидывается по рецептуре, по весу. Выстаивается в расстойнике, пекется. Ну и дарницкий тоже самое, как и белый хлеб. В пекарне трудится шесть осужденных и мастер, вольно-наемный сотрудник. Ей и предстояло обучить женщин кулинарным тонкостям. Получилось. Сейчас рецептуру помнят на зубок. Одна ярославская сдоба по ГОСТу выпекается 20 минут при температуре 300 градусов. Стоит булочка с посыпкой 8 рублей 60 копеек. В местном магазине промсервиса сдобный товар не залеживается. Раскупают сразу же. Осужденным сладость пришлась по вкусу. Конечно, в питании в колонии трехразовое. У нас есть завтрак, обед и ужин. Но все равно в свободное время они могут попить чай. Это вечером перед сном. И родственники присылают все равно какие-то продукты. Колбасу, сыр. Это все ест с хлебом. На этом кулинарные эксперименты в местах не столь отдаленных не завершаются. Впереди у пекарей покорение новых вершин. Выпуск сдоб с черносливом, изюмом и курагой. Мария Смирнова, Антон Осипов, ФРТВ, Иваново.